шалом дорогие друзья шалом хаверим мы на канале рэба ильяву косар и сегодня мои друзья с вами продолжим наши уроки и поговорим на одну интересную тему вот мы на новом месте как видите переехали на новое место здесь есть печка дрова так что при выключении света до сбок можно не будем мерзнуть это слава богу пока переезжаем только так что в общем место новое еще не обжитое так что первые уроки будут уже отсюда и остальные надеюсь тоже друзья тема будет сегодня интересная тем что мы я хочу ответить на один вопрос заданный и кстати большое спасибо за этот вопрос человеку задавшему его потому что ваши вопросы они помогают мне готовиться к урокам помогают вести уроки поэтому большое спасибо за вопросы и я всегда рад и благодарен тем кто задает задали вопрос следующего образа ну можно ли оставаясь в лавилоне для того чтобы помогать людям потихоньку им говорить истину и все такое ну чтобы в общем наставлять их на путь истину и помогать им тем самым я сегодня отвечу на этот вопрос и мы посмотрим на примере лота и авраама под таким углом на этот вопрос в общем будет интересно оставайтесь и друзья не забываем делать репосты лайки комментарии и кто не подписался правом углу красненькая кнопочка подпишись там написано нажимайте и вы подписаны и не забываем нажимать колокольчик вы чтобы не пропускать наши уроки кто уже подписался тем спасибо огромное мы делаем одно общее дело служим богу распространяем свет туры на этой земле и поэтому большое вам спасибо как соучастникам как тем людям которые помогают делать это ну божье дело ведь ну мы признаем к тому чтобы раскрывать бога людям на этой земле ну и не только словами и делами конечно же но словом тоже в общем друзья вот так еще у нас на канале есть описание в описании и в первом закрепленном комментарии есть такая грохла как закайры допомога это для людей понимающих кто понимает что это такое и кто понимает что это идет для людей которых в трудных жизненных ситуациях находится сейчас милости прошу вы можете сделать доброе дело и я думаю что это зачтется зачтется вам потому что мы призваны ну вера без дел как известно она мертва и тем более без добрых дел не всяких дел потому что ну знаете можно делать зло и тоже а вот же по вере я тоже это делаю но не не об этом речь идет речь идет о добрых делах вот ну вроде все сказал да еще есть paypal оксаны это моя жена которая долго болеет и большие средства тратятся на ее лечение и часто их очень не хватает и надо продолжать лечение средств нету поэтому у кого сердце есть ей помочь там отдельная графа ее paypal сусанна коцер вы можете на него перевести свое пожертвование у кого это есть сердце у кого нету ну это тоже такое бывает хотя вот сколько мы говорим об этом еще ни у кого сердце так не было доброе но не об этом сегодня и так буду отвечать на этот вопрос знаете друзья ну сразу скажу что когда бог выход из вавилона это не простой шаг потому что во первых ну ты ж как рассуждаешь но тысячи и тысячи людей не могут же они ошибаться да как тысячи миллионы людей не может же не все ошибаться те кто говорит о выходе их очень мало да ну в основном даже те кто вышли и пишут мне что мы тоже вышли в таком-то году в таком-то году но они говорят это но у меня на уровне вот канала как я например да который очень разве ну трудно развивается тяжело почему потому что ну он не всем понятен этот канал и не всем понятно о чем я говорю вот и естественно что возникает такой вопрос а как же ж ну миллионы людей и как же ж ну с этим быть но и никогда на правда не была на стороне большинства и есть такое слово которое говорит не следуя за большинством во зло да но если кто-то идет против законов божьих кто-то идет против постановлений божьих кто-то идет нарушая все что можно нарушить но при этом он говорит что он служит богу и и говорит давай будешь вместе со мной так служить богу потому что нас много вот первое что приходит в голову нас много понимаешь ну вот такое время сейчас время благодати как мне говорил один пастырь мы же ну мы живем новое время что как ты не понимаешь из церковь по-новому мыслите там и все остальное ну это такое ну и вот таким людям естественно что за большинством следовать не стоит второе какая может быть сомнение ну и я проходил через это будучи пастырем или раввином общины да и когда мне бог сказал выходить потому что не стоишь на слове на основании слова божьего за мной еще люди понимаете отверщающий момент как для меня какой был это то что мне ну ладно бы самому признаться что ты ошибался но мне же надо было сказать об этом людям и сказать да я ошибался я вел вас не в ту сторону и учил вас не о том и здесь было очень ну очень непросто это сделать понимаете и и свои страхи и сомнения я помню и они были таких таких масштабов что иногда мне казалось что ну и что я в обращении и что я ну что только мне в голову не лезло просто на то время уже был хорошо обучен и стоял на таком твердом основании знаете я уединялся много с богом я много молился это были постовые молитвы пост молитва и поэтому я четко знал голос бога и знал там где страх и сомнения это не бог я всегда знаете меня бог научил такому моменту делать этому учил и мои ребра и и бог учил не принимать никогда скоропостижные какие-то решения и смотреть что делает именно бог и одно из этих вот качеств таких которых не обучил это если я не знаю что делать или какой шаг сделать право или влево я замирали на месте и жду пока бог будет действовать ну и когда я увидел что бог начал разрушать все то что я строил своими руками и своим эгоцентризмом своим желанием знаете оказаться наверху выше всех других и знаете как это тешит самолюбие когда особенно ты делаешь то что другие делать не могут там да через тебя дары действуют и все такое и так ты смотришь уже не мне не просто на обычных людей она постарей как на постарейшек вот это как самолюбие твое тешит и как ты вот возвышаясь над другими уже не просто над людьми а над уже над избранными так сказать а вот ну понимаете но когда я бог мне это все показал что мною движет и куда я иду я понял что это путь не как раз не вверх а вниз и то что я возвышаясь над всеми я в глазах босс ты стану все меньше и меньше и меньше то есть и вес мой духовный мир и это меня сильно конечно ну в общем вот это меня разрывало больше всего то что я потеряю общение с людьми души и так оно случилось то что я потеряю но потеряю авторитет среди людей и так оно случилось так что то что я потеряю то что самое знаете для нашего эго власть над людьми это же власть это же то что чему тайна или явно стремит клюю стремится любой эгоцентризм это было самое больное до моего самолюбия самое больное конечно так ведь мы с детства хотим властвовать хоть над кем-то хоть над маленьким ребенком но властвовать понимаете дать взять в руки эти бразды правления и править ну хоть всегда в семье хоть где-то хоть над котом хоть над собакой а тут когда в твоем подчинении люди я так помню одно служение мне не понравилось как играет прославление а прославление не чтобы понимали там были оперные певцы певицы и музыканты и мне не понравилось как они что-то там играли я одним вот таким движением головы отправил их в зал все в зал так все и и вот это пенящая власть от собственного величия понимаете но я это все рассказываю мне горько сейчас вспоминать об этом но это было и я знаю что это такое и как с этим расставаться ведь когда я начал выходить с этого всего и когда я принял твердые решения да будет воля твоя и они мои когда начало все рушиться то что я строил меня рвало на куски да и общение я терял и авторитеты терял и власть я терял и все терялось но вы знаете как оказалось потом я ничего не терял и то есть ну в натуральном смысле слова потому что все то было оно построено на таком на неправильном основании ведь и отношения и общение оно все строилось надай-надай ты от меня что-то можешь получить я от тебя что-то могу получить поэтому мы друзья ты меня не помогаешь я тебе помогаем поэтому мы общаемся вот такое было общение вот такой был круг друзей и это очень быстро проявилось когда я принял решение что я выхожу знаете сначала думали сначала мне по мне позвонил один пастырь тоже гравин и он говорит смотрите не смотри не заиграйся ну он думал что это я повысить ставки чтобы обратить на себя внимание еще больше чтобы поднять именно градус так действую он так оценил но смотри не заиграйся чтобы вовремя вернуться чтобы не перейти эту точку невозврата я ему говорю так я и не играюсь в принципе он говорит ну смотри я тебе как опытный уже говорю не перегибай палку говорю ничего я не перегибай и потихоньку отворачиваю все казалось бы ну а почему ну вот ответьте на вопрос почему они это делали ведь я не отрекался от машин я не отрекался там от каких-то да я начал что-то понимать по-другому да я под другим углом начал смотреть на многое но вы же говорили чтобы друзья уже говорили что мы вот команда и что такое и вот эта команда она разлеталась люди так отворачивались отворачивались и я там не было больно и я конечно этого не мог понять у меня как с каждым знаете отвернувшимся как знаете как в сердце еще больше рано барана рано открывалась потому что я же думал искренне думал что это друзья хотя аж написано и так сказано что друг он его всякое время друг если это друг но на поверку оказалось что так друзей то и не было все это вот строилась на вот этом гнилом эгоцентризме о чем не кстати бог и сказал что это строится не на твердом основании слова бозьего но я тогда еще что ну когда только бог пока мне проговорил о выходе и на том что это не стоит на твердом основании я думал ну почему не стоит мы же читаем библию мы же читаем точно так же проповедую все что так и это и даже так декларирую это и и за границей это делаю по всему так сказать мир ну а шо ж такое ну чё ж это не основание но я это явно их вещей что-то за не мог понять просто я делал то что бог мне говорил я я ставят становился все более несчастными несчастным человеком я понимаю что те страхи и ту боль которую я переживал не надо было бережить чтобы сейчас сегодня поделиться этим с этим с теми людьми которые сегодня и сейчас переживают эти страхи и эти сомнения почему потому что я знаю вашу боль я знаю ваши страхи я знаю вот это чтоб можно не выходить надо же людей спасать так я вам скажу никто из нас не может быть выше слова бозьего в откровениях 18 4 написано выйди из нее народ мой понимаете не измени или не выведет а откуда оттуда кого-то с собой тот кто народ должен выйти и исход одного человека вот это может оказать влияние больше чем вы понимаете на самом деле рассчитываете на это время потому что исход одного человека выход одного может дать смелости другим людям наоборот когда вы остаетесь с надеждой что вы что-то можете изменить или реформировать в этой блуднице которая называет себя женой бога на самом деле она все всем своим поведением всем что она делает и всем своим поведением она бунтует против бога как вы скажете она бунтует она нарушает все то что бог сказал в своем слове постановила постановление вечное и все все что можно только нарушить больше того она говорит что это учение и шоама шеяха иисуса христа но где покажите где иисус учил об этом он говорил нет я не пришел отменить или нарушить тару я пришел ее преисполнять я вот моя миссия жить по ней показать людям что надо жить вот так по ней вот единственный путь ведущий его спасение и кто хочет идите этим путем я никого не тащу за собой на этот путь но кто хочет становитесь и следуйте за мной по этому пути понимаете и наибольшая ошибка людей которые ну я понимаю что это страхи и ну даже вот не пишет один человек он говорит мне бог сказал оставаться да не может бог противоречить сам себе понимаете если бог сказал выйди то он не может сказать останься для того чтобы спасать тут кого то я вам не зря сказал что мы обсудим это на примере лота потому что это очень хороший пример для данной ситуации возьмем авраама и лота и они вышли оба вышли из вавилона ну с абсолютного зла как по мне потому что это зло вавилон я уже говорил в своих уроках что разница между лотом и авраамом в том что авраам знал бога а лот знал о боге и в нем в лоте было заложено много хорошего но потому что он знал знал учение авраама знал о том чему учит авраам он впитывал это и авраам сделал очень много добра для него ведь он его практически усыновил взял с собой потому что отец умер и матери не было они взяли его с собой и относился он к нему как к сыну своему и воспитывал его как наследие того кто наследует его я думаю что он с такой целью его и брал у него не было детей дело шло к старости и он видел его как наследника своего поэтому все что знал он от бога он передавал лоту и вкладывал в лота но вот здесь и главное их ну разница что не мог авраам научить отношениям с богом с богом отношения с богом или есть или их нет у человека понимаете у того кто есть у кого есть отношения он не имитирует эти отношения у него просто они есть и он будет идти тем путем который бог ведет его и больше того знаете мы все можем ошибаться но мы очень трепетно относимся к слову божьему и для нас если ну мы же свою жизнь измеряем по нему но еще такой вопрос который чтобы ну для понимания ну того вопроса первого на который я отвечаю еще один вопрос мне было задано а как же знать где евангелие правду говорит а день и день и день и правда ну как там понять это очень просто понять так и понять там где есть с тонахом разногласия не может быть противоречия понимаете но греки я уверен очень сильно видоизменили те евангелие которые мы имеем потому что все они датированы 325 годом то есть после никейского собора не именно 325 годом но нет ни одной евангелии которая бы написана была там например в первом столетии ну или там десятом году по рождеству христова или там пусть бы сотом году по рождеству христова все что написано написано греки греками написано после 325 года понимаете после никейского собора который все перевернул вверх тормашками и в то же время ну и слово божье перевернул и почистил под свои догмы подгонял и ну библию вот эти переводы тоже подогнаны по под те под свои форматы и под свои догматы так вот поэтому где совпадает где то нету противоречий можно принимать со стопроцентной уверенностью но там где есть явные противоречия тари здесь надо разбираться почему потому что или вы не понимаете о чем особенно в речах павла шеуля там много таких заворотов которые ну понятные на человек который уже знаете ну очень хорошо разбирается в словом божьем потому что можно сказать ну можно подумать что павел там учит беззаконие хотя во многих местах он говорит что я этого не делаю ну а с его слов можно понять что как раз это и делает ну понимаете да но и я тоже знаете мне тоже эти раздирали я когда-то в своих учениях я говорил я бы запретил тем начинающим людям которые приходят богу вообще его читать почему потому что очень трудно трудно его понимать но со временем когда ты хорошо изучаешь тару и ты смотришь на эти послания другими глазами то там ты уж ну и по-другому начинающих и понимать и видеть что никакому беззаконию он не призывает никакому беззаконию не учат и даже то послание галатам которые так любят беззаконики и на которые они указывают ну как раз они не 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 о чем таком не говорит да потому что сама-то бритмила обрезание которым там говорится она же не ну он он же понимает о чем он говорит что сама само хирургическое обрезание крайней плоти оно ничего не дает никому если не будет обрезано сердце и этому и учи учили и учат продолжают учить кстати ортодоксальные раввины поэтому ну знаете то тоже те кто так вот скорость раз прочитал там но они почему-то не обращают внимание что в тех же галатах написано какое преимущество быть иудеем чем преимущество быть иудеем и он же же отвечает на этот вопрос да во всем а наипаче подать то преимущество что им верю на слово божье вот на это они почему-то не обращают внимание на древое обращают ну ну я отклоняюсь от темы друзья так вот возвращаемся к этому вопросу я вас полностью понимаю и понимаю все страхи и сомнения которые вы можете испытывать находясь в этом коллективе и боясь потерять со многими отношения я может даже вас не буду успокаивать чтобы когда вы скажете что я выхожу оттуда вы их под таки потеряете это на эти отношения но знаете это не отношение знаете если бы моя семья строилась хорошая есть такая тема когда спрашиваешь человека за что ты меня любишь если он на вам начнет перечислять за что он вас любит то это какая-то условная любовь получается любит не за что-то любит вопреки всему любого это такое качество или ты любишь вообще принимаешь и она она есть абсолют то есть ли ты принимаешь человека со всеми его недостатками со всеми его таким как он есть они если ты делаешь что-то то 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 тебе перечислять я люблю потому что ты мусор выносишь потому что ты там ходишь зачем-то там магазин там исполняешь мои какие-то прихоти а вот если ты этого не будешь делать что получается я тебя уже не люблю но также получается вот это хороший такой тест и точно так же и отношения понимаете если они отношения строятся на том особенно это знаете в сектах принято кто не с нами тут против нас они и они говорят они вышли от нас потому что не были никогда нашими вот такой критерий ваш вот такой критерий ваш и и главное что существует этих динаминаций по моему больше двадцати пяти тысяч или кто захочет залезть в интернет посмотрите и у каждого есть свой критерий наш ну понимаете и и каждый вам будет говорить что только у нас это все правильно хотя все говорят о любви а любовь это безусловность понимаете когда я вышел с вавилоном и со временем когда вавилон начал выходить из меня я понял одну простую простую вещь она просто как две копейки но в ее так трудно понять что людей надо принимать такими как они есть безусловно ну почему потому что каждый человек имеет право быть таким как он есть ну почему я должен ставить условия на каких условиях этого человека приму они каких этих или этого человека не приму Ведь когда мы делаем лекала, и человек не влазит в это лекало, тогда что? Тогда мы или осуждаем его, или еще что-то. Принимаем людей такими, как они есть. Но это уже их дело, там, со мной иметь отношение, не иметь свое отношение. Это, ну, а я с любым человеком могу иметь отношение. Ну, какое отношение? Иметь диалог могу, если это не спор, если это не попытка перевести это в какую-то банальную, знаете, ссору и все остальное. Конечно, такого я удаляюсь, потому что это не мое. Война, драки, ссоры, споры, это не мое, это однозначно. Я не хочу этого. Я не хочу кому-то что-то доказывать, не в моем это стиле. Истина, она не требует доказательств. И то, что мне открыто Богом на сегодняшний момент, для меня, ну, я понимаю, что этого недостаточно. Но это то, что мне открыто Богом. И мои плиты, моим потом, и, можно сказать, кровью. Выстрадано мною. И почему я это кому-то должен доказывать? Да не буду я этого делать. Вы считаете, что это не так? Пожалуйста, каждый человек может считать как угодно ему. Каждый человек может иметь свое мнение, свое понимание. И в этом красота, потому что мы разные. У каждого из нас разные отпечатки пальца. У каждого из нас разная сетчатка глаза. Так вот, поэтому не буду успокаивать. Вы потеряете отношения. Не буду успокаивать. Вы потеряете то, что вы думаете, что это друзья. Но взамен вы получите, если вы будете дальше идти этим путем, то настоящее. Пусть их не будет так много, как тогда, да. Но вы получите то настоящее, которое будет принимать вас без условий. Которое не будет вам доводить какие-то, вот если ты так не понимаешь, ты мне враг. Да почему человек должен быть враг, если у него есть свое собственное мнение? Вот этого я не могу понять. И вот этого я никогда не понимал. Но, понимаете, я не читаю врагов тех людей, которые говорят, например, что Каббала это оккультизм. И причем пишут это во все, во все, во все вот так, на все обозрение. Это человек очень влиятельный. И человек, который влияет на массы. Но у меня есть свое мнение, что Каббала это не оккультизм, а Каббала это тяжкий труд. Который тяжкий труд людей, очень правильных, посвященных людей. И как она писалась, это достойно уважения. То есть книга Азар, она написана была 10 людьми. И эти 10 писали ее с одним условием, что они должны стать как один человек. Как они к этому шли, это целая история. У них между собой были распри, разногласия. И как они молились, и как они чуть не поубивали друг друга. Потому что они заключили договор, что они будут любить друг друга. И только вошли в эту пещеру, где там должен был написан Зар. А это книга о единстве. Среди них начались такие разъединения, и такие ссоры, и разногласия. Что они не знали, что с этим делать. И когда они уже вазопили к Богу. И они говорят, что пришла такая любовь, и такое единство. Что они действительно стали как один человек. И вот они писали эту книгу только в моменты, когда сходила вот эта Божья любовь. Вот это единство. Я эти состояния переживал. И я, кстати, переживал это состояние, когда был там на небесах. Когда ты как один человек, но ты личность, но ты единство целого. Вот это состояние я переживал. Оно прекрасно, друзья. И об этом они писали. И они говорят, в этой книге написано, что когда-то мир придет к этому единству. Я знаю, верю, что это будет вера Эра Машеха. Что мы идем к этому единству. Что мешает нам соединяться? Эгоцентризм. Но называть труд людей, которые трудились и посвятились этому труду всю свою жизнь. И сохранили нам знания о туреях. Потому что за это убивали римляне тогда. И убивали вообще безусловно. Знаете, называть оккультизмом это, ну, поменьше и менее это не кошерно. То есть это некрасиво. Потому что труд людей, ну, осуждать чей-то труд и говорить, что это колдовство, ну, как-то некрасиво. Потому что так можно очернить любого человека. Так можно очернить любого человека. Поэтому я же, ну, возвращаясь к теме, извините за отступление. Мы теряем, но мы вместо того, что мы теряем, мы приобретаем настоящее. Я уверен, что много друзей не может быть. И Шоан, несмотря на свою такую, знаете, посвященность, он имел всего лишь 10 учеников. И он им передал те знания, которые сам имел, передавал. Я не уверен, что, ну, сейчас и время, когда... Ну, я уже об этом говорил, когда все собирается в маленькие снопики, чтобы потом переместиться в большую житницу эры из Израиля. И так будет. Но, возвращаясь к теме Лота и Авраама, ну, я уже говорил, что Авраам сделал много хорошего для Лота. Но чем ответил Лот? Вы помните, чем он ответил, когда начали пастухи их ссориться? А все ж рыба, вы знаете, гниет с головы. И вместо того, чтобы своих пастухов, своих, тех, кто подчинены ему, приструнить и сказать, ну, не смейте, потому что это мой благодетель, это тот, кто взрастил меня, и тот, кто дал мне то, все, что я имею, не смейте даже думать и ссориться с его людьми. Лот это сделал? Нет, Лот этого не сделал. На предложение разойтись, ну, конечно, разойдемся. Только ты иди в пустыню, а я пойду вот туда, в цветущие сады. Вот в этом весь слот. И, знаете, ну, Авраам действительно вышел из Вавилона. Больше того, Авраам позволил Вавилону выйти из себя. Лот это тот, кто не вышел, выйдя из Вавилона, но оставил Вавилон в себя, поэтому он и вернулся в нечто подобное, но еще хуже, чем Вавилон. Хотя не хуже, лучше или хуже, и то зло, и то зло. Что Содом блудил от Бога, что Вавилон блудил от Бога, только то блудит одним образом, а то блудит другим образом. Понимаете, то, что между ними иногда возникают конфликты, и там те доказы и войны, ну, к примеру, как гугиноты, протестанты, да, воевали с католиками, вы знаете эту войну, вы знаете историю Варфоломеевской ночи, когда католики заманил под видом, приходите на свадьбу, на торжество, Генрих IV, женитьба Генриха IV на королеве, ну, в общем, они заманили на свадьбу и вырезали их, как овец, просто за одну ночь, там, тысячи-тысячи было убитых людей, и это люди верующие. То, что между ними возникают, ну, вот такие иногда конфликты, это не говорит, что они бьются за истину, нет. Они бьются за место под солнцем, то есть за то, чтобы, ну, главенствовать, первенствовать, стать еще больше, еще больше кармана наливать, понимаете? А это же не драка за истину была, понимаете? Ну, ни вагиноты, ни вагиноты, ни католики, ни протестанты, ни католики никогда не сходили из боя за истину. Они всегда сходили из боя за первенство. Так было, так есть, так будет до того времени, пока не придет Машеах, и эта земля очистится от подобного. Так вот, Лот пошел в те края, где хорошо, Авраам отправился и в пустыню. Пустыня Медабер – это место, где голос Божий, где одиночество ты свое переживаешь. Но в этом одиночестве ты познаешь Творца, потому что пустыня и голос – это одно и то же слово. И выбор Авраама очевиден, и выбор Лота очевиден. Последствия же этого выбора тоже очевидны. Понимаете? То есть, получается, Авраам вышел, Лот остался. Лот, который знал правду о Боге, он же как бы знал, что нельзя быть идолопоклонником. Вот он мне очень сильно напоминает тех людей, которые говорят, что мы понимаем истину, но мы остаемся, чтобы хоть кому-то рассказать, как правильно надо поступать. Потому что когда мы начинали общины, мы такое наблюдали явление. Очень часто к нам приходили люди с церквей. Вот они в шаббат сидели у нас, а в воскресенье они шли рассказывать о том, что у нас услышали тем людям в своей церкви. И что вы думаете? Ну, да, потом еще больше к нам в церкви людей приходило. Доходило до того, что мы ставили запреты на приход других людей. Мы не принимали. Ну, вот в Харькове, в частности, я сказал, что с других церквей никто не переходит к нам, мы не принимаем и все такое. Но ничего это не помогало и не действовало. Почему? Потому что все равно приходили, все равно шли. Но вот в чем дело. В воскресенье они шли дальше поклоняться своими идолам. И так продолжалось. И я знаю, что и сегодня та же самая история. Потому что когда мы приехали в Черкассию, я ради интереса пошел в общину, которую мы создавали. Увидел на манеже все те же. И та же самая система. В субботу вообще мы побежали и мудрости послушать еврейской. А в воскресенье побежали по церквям. И мне, ну давай же, вот ты классно проехал. Давай вот сюда, пожалуйста, будешь с нами. Нашим опять этим возглавишь. Нет, спасибо. Ничего подобного делать не буду уже больше. Потому что раз выйдя уже, я назад не вернусь однозначно. Уже я эти пирамиды строить не буду. Пирамиды, во главе которых, естественно, есть Рова. И я скажу вам, кто он. И вот интересно, что поведение Лота. Единственное, что мы могли бы сказать, что Лот, будучи воспитанником Авраама, мог перенять и закупить в своем сознании ряд обычаев дома дяди. И он многому у него научился. И это видно из тех текстов, когда, помните, пришли ангелы в его дом. Ну и давайте зачитаем. И пришли двое Малахим с дом вечером, когда Лот сидел у его родцы дома. И увидел их Лот, и встал навстречу им, и поклонился им до земли, и сказал, Вот, господа мои, заверните в дом раба вашего, и переночуйте, омойте ноги ваши, и, как станете рано, пойдете своей дорогой. И они же ответили, нет, на улице переночу им. Но он сильно упрашивал их, и они завернули к нему, и зашли в дом его, и он устроил для них пиры, и испек опресников, и они ели. Ну, нельзя не отметить сходство поведения Лота с отрывка с фрагментом, где и описывается, как встречал у Малахим тех же ангелов, да, Авраам. Лот сидит у ворот города, Авраам у входа в свой шатер. Лот, как и Авраам, готов принять гостей с максимальным гостеприимством. Основная разница состоит в том, что Авраам живет обособленно, а Лот же в недружелюбном городе. Вот понимаете, основная разница между людьми, которые вышли с Вавилона, что они живут обособленно, свободные, и ни от кого не зависят, и не боятся что-то сказать, или что-то сделать. А те, кто остаются в этой недружелюбной среде, они постоянно чего-то боятся. И все их решения, они основаны и будут основаны на страхе, что-то сделать неправильно. И сейчас я вам покажу это на примере Лота. Надо обратить внимание на то, что Лот сидит у городских ворот, что в Торе обычно место, где заседают судьи и вершится правосудие. Здесь мы находим одну из разгадок трагедии Лота. Очевидно, ему надоело прятаться в тени православленного его дяди, и он решил сам добиться почета и славы. Он не просто последователь Авраама. Лот пытается установить моральные принципы в обществе, в котором он живет. Он стремится стать в Содоме лидером и судьей. В каком-либо другом месте, если бы это он делал, это было бы почетно. Но в Содоме это, ну, по меньшей мере, неудачный выбор. А, ну, если по-большому говорить, то зло может возглавить, только еще большее зло. И этот принцип нам всем известен. Однако попытки следовать в своем поведении Аврааму ему, похоже, не удаются. Когда гости вошли в его судейскую комнату, лот, казалось бы, получает возможность проявить гостеприимство, достойное Авраама. Но у него при этом возникает серьезная проблема. Он знает, что в глазах поселения Содома гостеприимство, оказанное чужакам, это преступление. Потому что для них страноприимство, это очень большой грех для садомлян был. И за это они наказывали. Ну, то есть, это секир башка сразу. Поэтому ему приходится играть роль радушного хозяина. Вот вам, находясь в тех собраниях, приходится постоянно играть какие-то роли, а следовательно, заниматься лицемерием. Потому что вы не думаете уже так, как они, вы не мыслите так, как они, но вам приходится вот это делать. Почему? Потому что вы не свободны, вы ограничены, вы боитесь что-то сказать, а если захотите сказать, вам не дадут этого сделать, вам быстро закроют роль. Поэтому, ну вот, лот тоже так действует. Его нервозность заметна по его же словам. Зазывая гостей, он тут же и говорит им об уходе. То есть, он приглашает в свой дом, но сразу обуславливает, что вы же ненадолго тут не оставайтесь. И говорит. И сказал, вот, господа мои, заверните в дом раба вашего и переночуйте, омойте ноги ваши, а как встанете рано, пойдете своей дорогой. Ну, то есть, он сразу говорит, что вы же только не забудьте пораньше встать и уйти, чтобы, ну, он надеется, что садомляне не заметят их приход. И раненько уйдут, и ему за это ничего не будет. Но скажите, достойное поведение, это поведение свободного человека, знающего Бога. Вы знаете истину, и истина сделает вас свободной. Такое это поведение? Ну, по-моему, нет. А придется, а приходится так вести. Я отвечаю вам на ваш вопрос, вы понимаете. Тора, она не просто книга, написанная для того, чтобы мы так прочитали, или там просто ее читали. А для того, чтобы, читая ее, мы понимали, это книга всей нашей жизни. И в ней мы можем ответ на любой на наш вопрос найти. В самом деле, Лот всей душой стремится к добру. И я уверен, что, ну, те люди, которые задают подобные вопросы, в них есть внутренний хэсет, то есть знание добра. Знает хорошо, что плохо. И старается руководиться этим знанием в своих поступках. Но ему далеко до Авраама. Интересно, что в тексте Тории прямо и сразу сказано, что в доме Лота гостями были Малахим. А аналогичные ситуации, когда гости, ну, то есть Малахим, приходят к Аврааму, они говорили, что в дом Авраама пришли обычные люди. Вот тот тоже очень интересный момент, на который, наверное, мало кто обращает внимание. Ну, к Лоту сказано, что сразу говорится, что пришли Малахима. А Аврааму пришли обычные люди, которые даже это. И мудрецы, комментируя этот момент, обращают на него внимание. И вот прочитывается намек на то, что Авраам всех, независимо от религий, регалий или каких-то жизненных пониманий, вот понимаете, что отличает свободного человека от несвободного. Если меня мусульманин попросит сделать ему добро, я сделаю ему добро. Если меня баптист попросит ему сделать добро, я сделаю ему добро. Если пиесятник попросит сделать добро, я сделаю ему добро, потому что этот человек для меня он не есть пиесятник, и не есть мусульманин или еще кто-то. Но людей, которые ограничены своим или ортодоксальным пониманием иудейским, или же христианским, конфессиональным, у них есть разделение на своих и наших. И это легко прослеживается, когда мы сравним поведение Авраама и поведение Лота. Лота для того, чтобы он принял гостей, вероятно, требовалась дополнительная мотивация. Поэтому и у гостей с первого момента и обозначенный в Торе как Мелохим. У Лота как будто бы правильно выстроенная шкала приоритетов и ценностей. Но он боится гнева сограждан. Гости еще не приступили порог его дома, а Лот уже думает о том, чтобы они скорее ушли. Поэтому и угощает он их опресноками. Не потому, что в доме его празднует Песох, но в то время не было Песоха. А потому, что ему важно самым быстрым способом испечь хлеб. Поэтому он угощает их пресными хлебами. То есть, потому что для того, чтобы зашло тесто, надо время. А здесь же надо поспешно их накормить, положить спать и утром выпроводить. Потому что пораньше, чтобы никто не заметил. Понимаете? Доброе намерение сильные в душе Лота. Он уговаривает, зазывает гостей в дом и устраивает для них трапезу. Презрив реальную угрозу расправы. Но вскоре опасность упретает реальные очертания. Тора рассказывает нам о том, что к дому его приходят люди. И так описывает этот момент. Они еще не легли, а люди гордо, люди садома окружили дом. И отрока достался весь город. И вызвали они к Лоту и сказали ему, где люди, которые пришли к тебе в эту ночь. Выведи их к нам и мы познаем их. Ну, вы знаете, что такое познаем. Не надо никому объяснять. Они хотят заняться с ними сексом, потому что это люди развращенные. И их в такой среде живет Лот. Как поступает в этой ситуации Лот? Перед лицом опасности он, вероятно, пытался понять, что бы сделал на его месте его дядя Авраам. Но в результате принял собственное решение, героическое решение такое. Предложил разоренной толпе вместо посланников Всевышнего взять на растерзание его дочерей, девственниц. Обращаясь к бесшовым согражданам, он, как написано в Торе, говорит. Не делайте зла, братья мои. Вот у меня две дочери, которые не познали мужей. Я их выведу к вам. И делайте с ним что угодно в ваших глазах. Только этим людям не делайте ничего. Ведь они пришли под сень крова моего. Они вошли под сень крова моего. Понимаете? Здесь просто отрыв мозгов. То есть этих не трогай. Вот понимание людей, которые, оставаясь в Вавилоне, пытаются делать добро, всегда будет обусловлено тем или иным страхом. И зачастую это будет свое понимание о добре. И это понимание о добре, оно всегда будет искажено. Потому что чистое добро, это то, что приходит тебе в твое сердце от Бога. И ты делаешь его, не боясь, что кто-то тебя за это добро осудит. Или скажет, ты неправильно что-то делаешь. Ты не так сделал это добро. Да мне без разницы, кто что будет, скажет. Я знаю, мне Бог ложит в сердце делать этому человеку, сделать этому человеку добро. А вот 50-нические учения, нельзя там алкоголикам давать денег, потому что он напьется. Это на зло ты даешь. Мне Бог ложит в сердце помочь этому человеку. И понимаете, как учение, ну вот может расходиться. Я не говорю, что я всегда так делаю. Ну я просто привожу пример. Вот учение ваше запрещает дать деньги к пищему человеку. А вы идете, вот в вашем сердце порыв сделать добро этому человеку. Но нет же, учат не делать такого. Надо, знаешь, что надо сделать? Надо переступить в то, что есть в твоем сердце. И пройти мимо. Потому что не дай Бог увидят братья и сестры, что я делаю в этот момент. Вдумаемся в сущность реакции Лота на беспорядки, учиненные перед его домом. Сострадая гостям своим и не желая дать их в обиду, он готов пожертвовать дочерями. Сознавая, что их ждет, попадя они в руки разъяренной толпы. И мы вынуждены признать, что он лишь приблизительно представляет себе, что такое истинное милосердие. То есть его понимание о милосердии очень сильно искажено. Устная Тора учит нас, что Лот внешне был очень похож на Авраама. Насколько, что в войне двух коалиций, четыре царства против пяти царств, коалиции из пяти царств возглавляла правительство Седома, описанное в главе Лех-Леха, Лота взяли в плен по ошибке и его приняли за Авраама. Но внутреннее содержание Лота иное, он не в состоянии подняться на ту духовную высоту, которую достиг Авраам, выйдя из Вавилона и пойдя тем путем, который позволял Вавилону выйти из него. Понимаете? Потому что, следуя за Богом, в пустыне, в то место, куда вел его Господь, он давал возможность Вавилону выйти из него и получал свободу при этом действовать так, как скажет Бог. Потому что истинная свобода – это жить в плоскости Божьей, понимаете? А не человеческой, в плоскости Божьих ценностей, а не человеческих. Божьих пониманий о добре, а не человеческих пониманий о добре. Вот и истинная свобода. А поскольку мы знаем, что в Торе даются модели главных событий истории человеческой, нам не трудно догадаться, что тот самый спуск Лота в Содом и есть его переживание в этом обреченном и уничтожение города – модель египетского рабства. Ведь Лот, по сути, поселившись в Содоме, попадает в рабство. Только его рабство духовное. В Содоме его благие духовные устремления подконтрольные, безнравственные в Содомской толпе. То есть, вы, ну, понимаете, вы будете все равно оставаться контролируемы. А главный, помните, главный посыл, который Бог дает Лоту, прошу прощения, Абрааму, говоря ему, выйди из Вавилона. Это тот посыл, который, он говорит, выйди из Вавилона, выйди из родства своего, выйди из земли, выйди из общества, в котором ты живешь. Чтобы больше они не контролировали твои поступки. Выйди на свободу. Вот главный посыл главы Лех-Леха. Не просто, знаете, познай истину. А выйди из-под этого контроля, потому что ты не сможешь меняться, находясь под контролем. А наша главная задача, как вы думаете, ну, вот, когда вы мне пишете, вы думаете, что наша главная задача спасать кого-то? Ошибка большая. Потому что спасает Бог. Наша задача главная, совершать спасение. И тем самым, когда мы совершаем спасение, и у нас становится много света, этот свет будет достигать людей. Вот самая большая ошибка. Или это даже не ошибка, это, знаете, может быть оправданием с такой, ну, параллельной реальностью, о которой в прошлом уроке говорил, которая устраивает наше сознание. Это вот, я буду спасать людей, я оставаюсь там в Вавилоне, я буду им говорить о правильных вещах. Нет, ничего у вас не получится. И больше того, вы свое спасение потеряете. Потому что, ну, жизнь Лота, дальнейшее его действие показывает о том, что, ну, он не просто утратил то, что в нем было заложено Авраамом, а то, что Бог давал Аврааму, он вложил в него. Но он пошел гораздо дальше. Дальнейшие события жизненной истории Лота разворачиваются по нисходящей. В Торе об этом написано. И поднялся Лот и из Цуара, и поселился в горах, и с ним обе дочери его. Ибо боялся он жить в Цуаре, и жил в пещере он и обе дочери его. И сказала старшая младшая, отец наш стар, и нет в стране мужчины, чтобы выйти к нам по обычаю всей земли. Пойдем, напоим отца нашего вином, ляжем с ним, и наживем себе потомство от отца нашего. И они напоили отца своего и вином, и в ту же ночь. И пришла старшая, и легла с отцом своим, а он не знал, когда она легла и когда встала. И далее идет сообщение о близости младшей дочери с отцом. Мы, ну, я уже не буду его зачитывать. И зачали у обе дочери от Лота, отца своего, и родила старшая сына, и нарекла ему имя Моав, то есть он родоначальник Моавитян до ныне. То есть отца моего гнусность такая. А младшая родила сына, и нарекла ему имя Бен Ами, а он родоначальник сына Мона до ныне. То есть от сына народа своего, Бен Ами. Связь этого эпизода с исходом Лота из Содома не лежит на поверхности. Может быть, может кто раз сообщает об отношении Лота с дочерьми и говорит нам, что жизнь в среде аморальных людей не проходит даром. И сказывается на аморальном облике и тех, кто остается в этой среде. И на ихнем поколении. Вы понимаете, сказано в Писании, худые сообщества разлагают добрые нравы. И вы думаете, можно пройти мимо этого? Вы думаете, что Слово Божие, оно ниже нашего понимания может быть? Ведь худые сообщества, какой бы ты святой ни был, какие бы правильные базы в тебя не вкладывали учения. Но если ты остаешься в этом сообществе, ты все равно будешь развращаться. Потому что это развращено. Ну, понимаете, если люди блудят от Бога, то есть нарушая то, что говорят, мы в завете с Богом, а сами этот завет ежедневно нарушают и ежедневно приступают и все Божьи заповеди, и законы, и повеления. И они говорят, заповеди дана нам, у нас сейчас только две заповеди, люби Бога, люби ближнего. Так подождите, так вы же это все нарушаете с большим успехом, ну зачем же ж врать самим себе? Какой любви к Богу можно, если людей ненавидите, людей убиваете, не словами, не делами, так словами? Ну, ложь, ложь на ложе стоит и ложью погоняет. Основной чертой Авраама был хэсет, милосердие, доброта. То же качество было заложено и в лоте, но он не сумел правильно им распорядиться. И это имело свои последствия в дальнейшей истории еврейского народа. Спустя много лет, потомство старшей дочери Лота отправило своих дочерей в лагерь израильтян, чтобы маотянские женщины подорвали моральные и нравственные устои потомков Авраама. И, ну, в это, когда мы будем главу Пинхас разбирать, мы об этом поговорим. Попоговорим. Правители Моава не позволили израильтянам пройти по их земле, когда они шли по пустениям в Хнаан. Интересно, что геометрия, числовое значение слова Моав 49. Именно на 49 уровень духовно опустился народ Израиля в Египет. Вот так вот, за отсутствие Хеседа и порицает с Елышней Моав. То есть в этих народах напрочь уже было стерто то, что вроде бы Авраам вкладывал в Лота, и вроде бы то, что бы имел... Ну, чему был научен, скажем так, Лот? Лот был научен милосердию. Но между тем, чтобы иметь милосердие и быть научным милосердию, большая разница опять-таки же. Потому что мы видим на примере Авраама, на примере Лота проявление того же милосердия. И, но в потомках уже Моава и Аммавитян, в них милосердие было... Это очень жестокие были народности, жестоко поступающие не только с Израиля, но и с другими народами. За отсутствие Хеседа Всевышний порицает Моав. И в Туре об этом сказано. Аммавитяне и мавитяне не войдут в собрание Всевышнего, и десятое их поколение не войдет в собрание Всевышнего вовеки. Потому что они не встретили вас с хлебом и водой на пути, когда вышли вы из Египта. И за то, что он нанял против тебя Белама, чтобы тот крохлял тебя. Вот так сказано о потомках Лотовых. Друзья, я буду заканчивать. Но основной мой месседж, который я хотел донести в этом сравнении, просто ограничен временем, спешу и не могу, знаете, все разложить по полочкам. А так бы этого хотелось сделать. Но время, большие видео, к сожалению, снимать нельзя. Основной посыл нельзя, оставаясь в среде развращенных, делать добро. Никогда ни у кого это не получалось и не получится. Пример Авраам, пример Ишуа. И очень сотни таких примеров людей, которых я знал. У тех, кто вышли, у тех получается идти и делать, и ни от кого независимо делать это добро. У тех, кто остаются в среде, они будут делать милосердие в каком-то извращенном их понимании, что это есть хорошо. Но на самом деле, будет ли это хорошо, очень хорошо видно из поступков Лота. И от последствий жизни Лота. Понимаете? У каждого дела есть плоды. Плоды, плод Авраама, связанный Ицхак, плод Лотовой жизни. Это Моам и Моятяне. Вот у каждого дела. И вот поймите, Авраам, тот, кто вышел из Вавилона. Лот, тот, кто выйдет, проахнул в своем беде, у меня выйдет оттуда. Он оставался в нем и еще и пытался его возглавить или навести там порядок. Вот об этом хотел сегодня вам рассказать. Друзья, буду заканчивать. Всем шалом, всем мира, всем добра. Встретимся на канале. От вас лайк, комментарий. И, пожалуйста, не забывайте комментировать на канале и подписываться. Не комментируйте, пожалуйста, в Фейсбуке и не лайкайте в Фейсбуке. Это не работает. Надо комментарий, лайк под видео в Ютубе. Заходите, пожалуйста, в Ютуб. Делайте это. И канал будет развиваться. Всем мира, добра, мирного неба и процветания. Искренне желаю. До новых встреч на канале. Мне, чтобы выключить, надо будет встать. Все, шалом, друзья, шалом.